Продолжение следует... Показательное убийство детей гражданских активистов. Откровенные массимовские бандиты совершают безнаказанные преступления против мирных граждан Казахстана. Дорогие друзья, сегодня я обращаюсь к вам как гражданин своей страны и призываю вас прийти на парламентские выборы, которые состоятся 10 января 2021 года и проголосовать за партию Акжол. Я прекрасно понимаю и осознаю, что партия Акжол является марионеткой в руках партии жуликов и воров Нуратан. Но что нам делать, когда северокорейский режим Назарбаева превратил эти выборы в фарс? Что нам делать, когда режим не допустил ни одну демократическую оппозиционную партию к выборам, за которых мы точно хотели бы проголосовать? Что нам делать, когда режим Назарбаев на протяжении последних 30 лет уничтожил само понятие политической конкуренции, преследуя, убивая своих политических оппонентов и, по сути, устроив геноцид в отношении собственного народа? И поэтому мы вынуждены пойти на такой совершенно оправданный шаг, лишь только с одной целью, чтобы вновь не допустить партию жуликов и воров Нуратан к власти, чтобы остановить эти нескончаемые грабежи нашей страны и беспрерывные насилия против нашего народа. Я уверен на тысячу процентов, что Нуратан будет пытаться украсть наши голоса. Не зря же в народе ее называют партией жуликов и воров. А для этого каждый из нас должен яростно отстаивать и защищать свой голос, если понадобится выйти на общенациональные и бессрочные акции протеста на площади и улице 10 января по всей стране, чтобы потребовать на них немедленного аннулирования фейковых результатов ЦИКа, потребовать отставки всей воровской шайки за корды, призвать все международные организации и всех лидеров демократических стран не признавать нелегитивные выборы Казахстана, потребовать проведения новых выборов с обязательным участием на них всех оппозиционных демократических партий и движений Казахстана. Я хочу сказать каждому из вас, что сегодня не заниматься политикой это уже является преступлением перед нашим будущим поколением. Что мы скажем нашим детям, нашим внукам, нашим правнукам? Почему мы не возвысили свой голос в то время, когда грабили наши национальные богатства, когда стреляли подло в спины нашим жанузенским братьям и сестрам, когда убивали совершенно невинных детей гражданских активистов Казахстана? Наше неучастие в этих выборах идет только на пользу преступному режиму Назарбаева. Поэтому я призываю прийти на выборы и отдать свой голос за свободу и за достойную жизнь без рабства. Я призываю известных гражданских активистов нашей страны последовать моему примеру и проголосовать за партию Акжол, чтобы мы наконец смогли дать генеральные сражения партии жуликам и воротам на полях предстоящих выборов в парламент страны. Дорогие друзья, надеюсь вы понимаете, почему я принял такое решение. Потому что действующий режим Назарбаева и Токаева и их партии Нур-Атан за 30 лет уничтожили все основы для честной конкурентной борьбы в политике. И эти выборы являются последним цивилизованным путем, чтобы вывести нашу страну из глубочайшего экономического, политического и социального коллапса. Режим узурпил все институты власти, превратив самую богатую и красивую страну в одну большую тюрьму под названием Казахстан. Вы хотите этой участи для нашей страны и для наших детей? Я определенно говорю нет. Надеюсь, все свободомыслящие граждане нашей необъятной страны и прежде всего мои земляки из Западного Казахстана, из городов Уральска, Атрау, Актау, Актубе и, конечно, из моего любимого города Аксай, поддержат мое желание добиться перемен для своей страны и для своего народа. Мы должны это сделать, чтобы изменить курс страны, которая несется в пропасть, у руля которого находятся обезумевшие тираны-детубийцы. Я также призываю всех лидеров демократических партий стран Европы и США, международных правозащитных организаций и наблюдателей за ОБСЕ обратить ваше внимание на предстоящие парламентские выборы в Казахстане, на бедственное положение с правами и свободами человека. Все это уже происходит сегодня. Пожалуйста, помогите казахстанскому народу провести честные выборы без фальсификаций и насилия против мирного населения. Закрывая глаза на очевидные преступления диктаторского режима Назарбаева в отношении собственного народа, лидеры демократических стран Европы и США тем самым поставят под сомнение принципы международных прав и свобод. Дорогие мои соотечники, дорогие мои друзья, приходите и проголосуйте за свободу, за достойную жизнь без рабства. Мы обязательно победим, потому что мы и есть народ Казахстана. Спасибо вам огромное.